Всем привет, сегодня мы закончим проект Су-76М и на этом этапе будет грязь, которую мы нанесем с помощью всего двух пигментов. Поехали! Работать я буду с пигментами от компании Wilder, это темно-коричневый и темная европейская земля. Работаю начинаю светлым пигментом, он поможет сымитировать засохшую грязь и пыль, и им я прохожусь по нижней части ванны. Так как ходовая уже собрана, то делать это проблематично, если бы мы делали все поэтапно, конечно детализировать грязь на ванне было бы намного проще. Также этот светлый пигмент я нанесу и на верхнюю часть ванны, а серединную ее часть я трогать не буду и потом объясню почему. Вот так выглядит модель на данном этапе, но и это еще не все. Таким же образом нанесем грязь и на катки нашей самоходки, но здесь уже действуем более случайным образом, небольшими тычковыми движениями и наносим минимум пигмента, чтобы контролировать процесс. И вот теперь переходим к следующему этапу, который называется растушевка. Обмакиваем обычную кисть в обычную воду и начинаем аккуратно все это дело растушевывать. Так как пигмента на катках очень мало, то процесс очень легко контролировать. Нанесли грязь, растушевали, высохло, посмотрели если не понравилось, нанесли еще и так пока не понравится. Точно так же мы растушуем грязь и на самой ванне корпуса движениями вверх и вниз, кистью смоченной в воде растушевываем грязь в обе стороны и таким образом получаются красивые подтеки. Теперь поработаем с темным пигментом, которым мы сымитируем мокрую грязь, еще не успевшую засохнуть. Ее я нанесу только на пальцы катков. И вот так машина выглядит на данном этапе. Ходовую мы попачкали, а вот про гусеницы совсем забыли. По ним я пройдусь только светлым пигментом. Столько грязи на нижней части танка, что верхняя должна быть почти такой же. Но сильно пачкать я не хочу, поэтому нанесу совсем чуть-чуть пигмента на верхнюю часть брони. Также не оставим без грязи нижней, задней и передней бронеплиты. Кстати, а вот эти красивые брызги грязи получились тогда, когда я просто сдул пигмент с брони танка. Повторюсь еще раз, что верхнюю часть танка я пачкать сильно не хочу, поэтому здесь будет минимум грязи. Также в грязи на ванне корпуса мне показалось слишком много, поэтому излишки я уберу с помощью ватной палочки, которую смочил в воде. Также растушую все сверху вниз и снизу вверх и получим еще более красивые потеки. Помню, что зрители очень часто советуют мне добавлять потеки масла на катки. Что я и сделаю с помощью эффекта потеки масла от ZIP. Также потертости на броне танка можно сделать еще интереснее, поэтому я возьму пигмент металлик от компании ZIP и натруем все выступающие поверхности с помощью силиконовой кисти. И согласитесь, ребят, что так модель стала выглядеть намного интереснее. Впрочем, опять кому-то это может не нравиться, но я лично своей работой очень доволен. Вот так модель стала выглядеть после всех проведенных работ. Я решил сильно не заморачиваться и попробовать сделать грязь всего с помощью двух пигментов, что, считаю, у меня очень получилось и надеюсь вам тоже понравилось. Пишите, что думаете и оставайтесь на связи. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!